Кто кушает овсянку, тот будет качком. Блин, ребята, меня задавило. Ай. О-о-о. Всем привет, друзья. Решил запилить влог, короче, рассказать о жизни немножко. Ходил сегодня на собеседование. Ну, и сам решил, короче, не идти на эту работу, потому что не особо устраивает. Вот, но когда ходил, блин, натер себе мозоль очень сильный, он лопнул. И это из-за туфлей все, вот. Видите, да? Вот он, мозоль. Я его смазал, короче, этим медицинским клеем, и все. А еще у меня очень грязно тут в комнате, бардак какой-то просто, просто капец. Просто капец. А еще комп не включается минут 15. Он вот так моргает, моргает и не включается, зараза. Этот крем не мой, кстати, это мамин. Поэтому, типа, не обращайте внимания. Ладно, сегодня мы, короче, идем на турник брусья. Я буду снимать для вас видос. Пятиминутку на грудь. И крутая пятиминутка. Смотрите, короче. Но это будет не в этом влоге, а в отдельном видео. Погнали! Сейчас, короче, 12 часов. Я ничего не ел вообще, потому что так получилось. Блин, у меня и на кухне бардак. Это дичь какая-то. Просто везде, везде просто жесть какая-то. Живу в хлеву каком-то. Вот, короче. Ну что, надо покушать. Ем овсянку, короче. Она уже подостыла, но, типа, есть можно. Овсянку можно есть всегда. Кто кушает овсянку, тот будет качком. Но не таким дрыщом, как я, а качком. Таким. Я дрыщ. Так, сегодня 10 градусов. Можно, в принципе, на турничках позаниматься. Ну, даже 11, там, почти 12. Вот, так что погода более-менее нормальная. Атакуем, друзья. А вот и начался сезон мохнатых тварей. Фига себе, ты здоровенный. Слышь? Эй. О-о-о. О-о-о. Иди. Ну что, выдвигаемся на турнички. Лосипед. Я. Реклама в лифте. Автомат. Че тут? Оста-эра. Раскупайте. Погнали. Погода, конечно, неплохая, но ветер сильный, что определенно мешает съемкам. Блин. Ну ладно, посмотрим, что будет. Я надеюсь, ветер не будет задувать в микрофон, и будет все слышно. Хе-хе-хе. Эй, а вот мы и тут уже. Как тут красиво, короче, летом-то. Ну, в смысле, не летом, а когда солнышко, зеленая травка. Вот штанга. Блин, классно. Классно. А теперь осталось заехать. Ух, классное место. Ох, новая скамья, походу, или покрасили, что-то непонятно. Сейчас прочекаем. Итак, что у нас имеется? У нас имеется скамья, у нас имеется штанга, где-то килограмм, наверное, 70 на этой штанге все вместе, если... Вот, скамья, к сожалению, старая, и когда на ней лежишь, тут больно, потому что она типа из двух досок состоит, и спине больно, поэтому надо что-то подкладывать. Ну, а так классно, классно буду использовать сегодня. Итак, друзья, короче, сейчас я буду снимать 5-минутную тренировку на грудь. Скоро выйдет на канале, я не знаю, как это будет выходить, либо сначала влог, и потом видос. Ну, посмотрим, короче. А потом мы позанимаемся просто. Сегодня я качаю грудь и трицепс. Ну, вот и все, друзья, закончили съемки 5-минутной тренировки на грудь. Было убойно, я очень устал, у меня все просто мышцы забили, грудь как просто мясо такое. Трицепс забился, потом не мог просто подтянуться на этих турниках, отжаться. Это жесть. Сейчас, короче, посмотрим, насколько я продуктивно смогу работать со штангой, потому что мышцы уже не работают, все, отказали за 5 минут. Именно в этом прелесть 5-минутной тренировки, что они пампятся очень быстро, и это очень круто, чтобы максимальный стресс им дать. Ну что, погнали, посмотрим. Штанга. Для того, чтобы мне спина не сломала об эти доски, я положу вот кортку, чтобы мягче было. Потому что реально больно, когда лежишь. Эти доски кривые, спина потом болит очень сильно. Субтитры делал DimaTorzok После 5-минутной тренировки, конечно, вообще не кайфово, когда мышцы уже забились, они плохо уже работают, забитые. Но все равно нормально, сейчас попробуем другой вес поставить, потяжелее, и еще сделаем подходика три, чтобы убить мышцы вообще в край. Итак, братишки, следующий подходик. Я не знаю, сколько тут килограмм, наверное, по 20 вот эти колеса и 20 гриф. Килограмм 60 будет, не знаю. В том году я поднимал еще с теми, ну, с этими, как с железяками одними, без баллонов. Там где-то килограмм 70, наверное, 75. Вот, ну что, сейчас я устал. Посмотрим, насколько много повторений сделаю. Погнаю. Ай, блин, больно. Блин, ребята, меня задавило. Черт, говно. Как же быстрее. Меня преодолело, ребята. Нафиг. Тут еще эти толковые цепи. Мышцы вообще убились в край. Говно. Фу, слабак, ядренок, конь. Да ладно, вы на самом деле сами попробуйте после 5 минутки бомбить 60 килограмм. Не, ну, конечно, если вы суперкрутой качок, то вы сможете. Но что-то я не суперкрутой, видимо. Мне сложновато, я обычный человек, как и вы. Ничего особенного. Тем не менее, я сделаю еще два подходика с этим весом. Четыре подхода, где-то по 6-12 повторений. Сделаем 6 повторений, и хватит. А то хотел на десяточку, блин, сделать, и не получилось, задавило. Даже снять уже сложно. Неудобные перила эти. Шестой, блин, придавить может, зараза. Боюсь. Чуть на башку не упало. Очень неудобные эти. Потому что вот эта фигня очень сильно мешает, когда ты пытаешься поставить. А у тебя получается, что у тебя рука вот сюда упирается, и она очень сильно мешает. Это опасно. Ну и больно. Ну и еще сейчас один подход сделаю. И на грудь хватит, потому что я ее убил просто в край. Смотрите, как тут красиво сделали. Обожаю это место вообще. Тут, короче, фигня для бегунов. Ребята бегают. Вон там что-то еще делают, что-то раскопали. Какие-то могилки, блин. Видимо, для тех, кто не добежал, хоронят их потом. Хо-хо-хо-хо-хо. А так очень крутое место, скажите. Красиво, классно. Еще раз респектус ребятам, которые это делали. Молодцы, уважаю. Спасибо. Надо развивать наш город, чтобы был спортивный. Если кто-то с Нарвой смотрит меня, приходите, будем заниматься. И вон тут тоже яму раскопали. Блин, да такие глубокие. Тут, походу, что-то будет. Какую-то фигню вставляли. Они были, четыре ямы. Что-то будет. Что-то будет. Я надеюсь, что-то крутое. Самое важное в нашем деле, это всегда быть в настроении. Всегда просто атаковать. Не пропускать тренировки. Быть регулярным для этого. И делается план тренировок, чтобы понедельник, среда, пятница. Ты ходил, выполнял то, что тебе надо, то, что написано. И тогда будет успех. Если вы этого делать не будете, то вы ничего не добьетесь. Потому что мышцы требуют регулярных тренировок. И тогда они будут откликаться. Это как канал на ютубе тоже. Если ты не будешь регулярно заливать, то тебя никто не будет смотреть. Не будет подписчиков, ничего. Поэтому работаем, друзья. По всем фронтам. В небе какой-то сперматозоид летит. Все, не вытащу следующее. Все. Руки просто в калу ломались. Вообще отбились. Хватит сегодня на грузь. Трицепсы сегодня тоже отменяются. Потому что, когда я делал, снимал пятиминутку, они очень сильно забились. И я даже не мог сделать на брусьях повторение. Потому что... Не, я мог, но немного. Потому что трицепсы просто забиваются очень сильно, когда вы грудь качаете. Все-таки при отжиманиях, при всех, трицепс тоже очень хорошо работает. Не забывайте. Он забивается. Поэтому сегодня трицепс отдельно не буду качать. Он и так покачался уже с грудью. На сегодня, я думаю, хватит. Пойду домой. Поеду, точнее, велосипед же есть. Пора бы уже и машину купить, да? Я больше всего, знаете, что люблю? Когда тут никого нету, солнышко, можно загорать, заниматься. И это очень классно. Потому что, когда есть люди, они пялятся, блин, ходят. Блин, вся кофта, короче, в этих опилках долбан. Люди пялятся, ходят, мешают. Это очень раздражает. И мешает снимать продуктивные тренировки для моих братишек. Вот такие вот дела. Вот, друзья, собственно, пришел я домой. Телефон вот тут. Мой таймер на зарядке. Зарядился телефон. Так что, друзья, если вам понравились такие влоги, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Хотите еще влогов или нет. И увидимся в следующем выпуске. Пока!